Это программа Сноска. Здравствуйте, в студии Ирина Корчагина. Начнем. 17 ноября в Барнауле стартует региональный обучающий форум для любительских театров «Театр по любви», а следом за ним фестиваль показ постановок любительских театров «Поклон», которые в режиме нон-стоп на протяжении нескольких дней будут идти на малой сцене Молодежного театра Алтая. И сегодня о любительском театре и об этих проектах мы поговорим с Кириллом Скобелиным, который не только возглавляет театральную мастерскую «Хомоартистикус» при Алтайском госуниверситете, но и является инициатором целого ряда театральных проектов у нас в регионе, в их числе предстоящий форум и фестиваль. Кирилл, спасибо, что пришел. На твой взгляд, как человека, который уже 10 лет руководит народным коллективом Алтайского края «Хомоартистикус», что такое любительский театр вообще и именно сегодня? Чем он отличается от профессионального в плане организации деятельности, творческой составляющей? Не зря у нас форум называется «Театр по любви». Это как раз история, в которой мы отталкивались от того, что любительский театр – это как раз-таки театр по любви. Понятно, что в театре профессиональном есть зарплаты, есть рабочие моменты, есть организация рабочего процесса и, конечно же, в первую очередь это подготовка спектаклей, которые будут продаваться, на которые будут брать билеты. То в театре любительском все строится по-другому. Люди приходят в свое свободное время, они тратят свое свободное время именно на то, чтобы заниматься развитием себя, заниматься искусством любительским. И мы стараемся всеми проектами своими театральными доказывать, что в принципе в театрах любительских искусство тоже вполне может быть и иногда, но даже более искреннее, чем в театре профессиональном. Ну и, наверное, самое главное, что любительский театр, он такой доступный, позволяет попробовать себя в творчестве, в чем-то совершенно новом для себя, открыть какие-то свои грани. Вот что можешь сказать об участниках вашей мастерской? Если мы говорим про нашу театральную мастерскую, то к нам приходят люди, которые в первую очередь замотивированы активно творчески. Мы, когда проводим наборы ежегодные в Homo Artisticus, мы не берем ребят по причине там талантливый, неталантливый, хорошая у него речь поставленная она или нет, был ли у него опыт театральный какой-то, сценический или нет. Мы всегда спрашиваем, узнаем и пытаемся выяснить, а насколько активная жизненная творческая позиция у этого человека есть, насколько он готов. Здесь я хочу, приглашают там сняться в кино, а в Барнауле есть кино, как мы узнали недавно, беспощадное барнаульское кино. Но тоже мы обязательно говорим ребятам, поучаствуйте здесь, приглашайте нас в рекламе, здесь волонтерами на проектах театральных тоже. И когда человек действительно хочет тратить свое свободное время не на лежание на диване, что тоже вполне законно, а именно на какую-то творческую историю, мы всегда таким ребятам рады. И меня радует то, что каждый год появляются новые любительские театры. Это стало модно, и, наверное, для нас это немножко грустно, потому что к нам на набор стало меньше людей приходить, потому что выбор просто больше. Коллектива встал. Но, с другой стороны, я понимаю, что появляются новые педагоги, новые режиссеры, новые коллективы, а значит, ну, это движение продолжит развиваться, и это круто. Сейчас у нас ежегодно приходит около 30-40 человек на наборы. Раньше было и по 100 человек, сейчас 30-40, это в первую очередь студенты, потому что мы работаем на базе Алтайского госуниверситета. Но также люди, которые просто про нас узнали, услышали, были на спектаклях и захотели тоже стать частью коллектива. Я вот так вот припоминаю, у вас вообще нет возрастных ограничений в театре? Да, у нас сейчас младшие участницы 14 лет, старшие 66, поэтому никаких проблем в этом плане нет. Как-то все спокойно уживаются в одном коллективе, без конфликтов, и все хорошо. Ну, а с чем сегодня, в принципе, с какими сложностями сталкивается любительский театр, и как вы выходите из них? Ну, наверное, проблемы у любительских театров, они плюс-минус одинаковые у всех. Понятно, это отсутствие финансирования, поскольку на большой, красивый, интересный спектакль нужно много денег. Мы это видим в театрах профессиональных, как, собственно, сценическое оформление строится, какие костюмы там бывают, и это все очень-очень дорого. В любительских театрах такой возможности зачастую нет, но каждый выкручивается в меру своих сил. Кто-то находит какое-то финансирование, кто-то пишет проекты грантовые и реализует на эти средства спектакли. Кто-то просто малыми средствами умудряется сделать так, чтобы их сценическое действие, их спектакль выглядели прилично, интересно, и тоже заинтересовывали зрителя. Поэтому все эти проблемы, в том числе, я думаю, что мы будем на форуме нашем «Театр по любви» обсуждать. Мы приглашаем экспертов и местных, и из Москвы к нам приезжают эксперты из других регионов. И я думаю, что мы будем эти темы озвучивать, эти проблемы поднимать и как-то все вместе их дружно решать. Вот ваши зрители сегодня, кто они? То есть вы чувствуете своих зрителей, какой он современный зритель, и как это влияет на ваш репертуар? Современный зритель стал гораздо более отзывчивый в плане контакта прямого с коллективом. То есть наши зрители очень часто пишут комментарии, пишут в личные сообщения мне, режиссеру Татьяне Юрьевне Стебуновой, которая ставит спектакли, большинство спектаклей. Пишут даже в личные сообщения просто группы нашей с отзывами, говорят, когда были на премьере, что им понравилось, что не понравилось, что бы они хотели. Очень часто, что меня тоже радует, нам пишут драматурги разные. И причем не только из Барнаула, а из разных регионов страны, которые говорят, здравствуйте, мы вот узнали про ваш коллектив, а поставьте-ка мою пьесу, пожалуйста, и присылают ее. Поэтому я думаю, что в таком каком-то объединении сил и драматургов, которые хотят свой материал продвинуть, и зрители, которые рассказывают свои пожелания, и рождается вот тот продукт, который нравится и нам, и аудитории. Как вообще проходит постановка? Как рождается идея спектакля? В какой степени можно сказать, что это сотворчество? В любительском театре это сотворчество, мне кажется, на 100%. Потому что у нас нет человека, который заведовал именно литературным материалом, выбором драматургии. Мы всегда собираемся с коллективом, обсуждаем наши планы на год, обсуждаем, у кого какие идеи есть, кто бы что хотел поставить. Понимаем, какие в этом году есть даты, возможно, юбилейные у писателей, либо какие-то проекты, которые мы можем приурочить, наши спектакли. И уже все вместе ребята предлагают пьесы, предлагают материал, и этот материал мы выбираем и ставим на сцене. То есть, допустим, появляется фестиваль, вот был в этом году фестиваль характера Шукшинский, понятно, что мы сразу выбрали интересный рассказ Шукшина и поставили его. Был такой проект «Знание театр», где была конкретная пьеса «Трудный экзамен» Гульнары Искалиевой, нужно было ее поставить. Ну вот, взяли ее. Ну и также вот ребята предлагают в рамках наших предстоящих проектов, так как все проекты направлены не только на любительские театры, но и поддержку русской литературы классической, мы взяли наше все Александра Сергеевича Пушкина и поставили спектакль «Метель». Говоря о репертуаре театра, теме классики, современности, можно ли сейчас говорить о некой архаичности классики и вообще насколько театр должен быть современен, осмыслять именно сегодняшний день? Наверное, говорить про архаичность русской классики нельзя, потому что все зависит от конкретного материала, от конкретного рассказа, пьесы, повести, какие-то, наверное, истории, которые были написаны тогда во времена Пушкина, действительно устарели и потеряли свой смысл, но какой-то базовый классический материал, который есть в школьной литературе, например, он ни в коем случае не устарел, и здесь важно, как режиссер сможет решить этот материал на сцене сейчас, этот материал с актерами, которые работают сейчас, и насколько эта история станет понятной и интересной для современного зрителя. Ну, я считаю, что у нас пока таких проблем нет, у наших режиссеров получается, в принципе, эту историю сохранить, и если зритель ходит, значит, все делаем правильно. Именно театр нам часто показывает какое-то новое видение, стирает границы в плане режиссуры, постановки. Как режиссерам получается находить эти современные формы? Тут, наверное, как раз не последнюю роль играют такие встречи, как открывающиеся форумы и фестиваль. Расскажите, что это за проекты, почему возникла идея их организовать, насколько они актуальны? Вообще развитие любительского театра, да и, в принципе, театра, а также поиск новых форм, это все рождается в какой-то консолидации сил, когда коллективы не замыкаются на себе и на своем только коллективе, а когда они выходят на большое количество фестивалей, конкурсов, когда участвуют в проектах, когда ты общаешься со своими коллегами, видишь, что происходит у них, желательно не только с коллегами, которые находятся в регионе, а вообще, в принципе, в стране. Плюс насмотренность спектаклей хороших, профессиональных, все это позволяет, собственно, находить те самые новые формы и от чего-то отталкиваться. И наши истории, которые нам скоро предстоит организовать, театральный фестиваль «Поклон» и форум «Театр по любви», это история, которая возникла при поддержке федерального агентства по организации молодежной политики «Регион для молодых». Краевой дворец молодежи, Управление молодежной политики являются организаторами этих проектов по нашей инициативе. И я думаю, что в том числе на нашем форуме предстоящем и на фестивале мы сможем, во-первых, обсудить, а какой должен быть современный театр, любительский театр, какие пьесы брать, какая драматургия существует, как выбирать литературный материал для своего коллектива. Также и посмотреть, собственно, на фестивале, что у нас сейчас есть, чем занимаются, чем дышат коллективы. У нас 29 спектаклей, 29 заявок на фестивале, которые нам нужно будет за три дня посмотреть. Ну, нашим членам жюри удачи мы желаем в этом непростом деле. И там как раз сможем уже какой-то срез сделать и понять, вообще, чем живут коллективы сейчас и что они ставят. Потому что, судя по заявкам, там очень много интересного. И авторский материал в том числе, то есть материал, который действительно написал режиссер сам, и сам же его поставил, такого стало гораздо больше. И это тоже круто, потому что развивается еще и драматургия. Интересный такой формат и для любительских театров, и для зрителей. И посмотреть столько постановок, столько различных взглядов на вечные темы. Я думаю, что нашим зрителям тоже будет это интересно. Тем более, вход свободный. Вход свободный, да. 20 ноября у нас начинается на малой сцене молодежного театра Алтая конкурсная программа. С самого утра, с 10 утра и до вечера спектакли нам стопом будут идти. Затем 20 ноября вечером в 18.00 состоится открытие торжественного регионального театрального фестиваля «Поклон». И после открытия мы покажем спектакль «Метель» по Пушкину, про который я уже сказал. Хомо-артистикус. И затем 21 ноября также конкурсная программа продолжится на малой сцене МТА. Спектакли будут идти с 10 утра и до 9 вечера. Я, судя по программе, мы будем смотреть спектакли один за одним. Программу мы скоро выложим в наших социальных сетях. Можно будет посмотреть и просто прийти и понять вообще, чем живет любительский театр, вход свободный. И я думаю, что какие-то интересные находки явно на фестивале будут. Ну и завершение. Кирилл, расскажи немного о творческих планах. Недавно спектакль вашей театральной мастерской вошел в десятку лучших в стране. Дало ли это вам творческий импульс? Что сейчас в работе? Какие задумки? Чем будете радовать нас, зрителей? Нам очень приятно то, что вот именно в год нашего десятилетия, юбилея, появились такие возможности, как выход на профессиональную сцену. Благодаря проекту «Знание театр» мы покажем спектакль «Трудный экзамен» в конце ноября. Дата пока определяется. На профессиональной сцене сейчас ведем переговоры, чтобы тоже пригласить большое количество зрителя и уже на такой театральной настоящей сцене показать этот спектакль еще раз. И также в рамках открытия фестиваля «Поклон» 20 ноября мы будем показывать спектакль «Метель» по Пушкину, куда тоже может прийти каждый желающий посмотреть, как у нас вообще звучит классика. То есть если «Трудный экзамен» это современная драматургия, то у Пушкина понятно, как мы, собственно, решили классику, можно будет в МТА увидеть. Ну, на этот год вот основные планы наши вот такие, а в следующем году продолжим работу. Я думаю, что какие-то новые театральные проекты появятся. Мы бы хотели, чтобы они появились. И спектакли, как обычно, будем играть, ставить, делать наборы, поэтому если кто-то захотел стать частью коллектива, пожалуйста, мы всегда рады, пишите. Мы берем всех желающих, если человек действительно замотивирован, заинтересован. Даже если вот он, как говорится, слон на ухо наступил, и там вообще считать... Да, даже если он и слон на ухо наступил, и в принципе человек умеет только дышать. Но если он хочет заниматься театром, пожалуйста, я думаю, что мы какие-то его проблемы решим и сможем направить правильное творческое русло, и он будет у нас играть в спектаклях тоже. Ну, у вас действительно были, наверное, такие случаи, когда человек приходил, грубо говоря, деревянный, да, вот такой, но потом видели, что из него там... На их случаях большинство, потому что приходят люди, у которых нет театрального опыта, они просто почувствовали, что хотят попробовать этим заниматься. И первое время тренинги, которые мы проводим по актерскому мастерству, это всегда то, что дается очень тяжело. Как я буду выполнять какой-то, как собачка лайт, там, пародия на животных, что это такое вообще. И, конечно, люди впадают в зажим, и это странно, когда 30 человек, в том числе взрослых, там, ползают по сцене. Но со временем, когда ты понимаешь, для чего это делалось, и когда ты выходишь на сцену уже в рамках спектакля, в персонажа, понимаешь, что такое предлагаемое обстоятельство и роль, то, в принципе, все это снимается, и у нас ребята, которые пришли с зажимами, а потом поступили в театральные институты и уже работают даже в театрах профессиональных, такой у нас опыт есть, и примеры такие есть. И поэтому ничего не бойтесь, приходите на спектакли как зрители, приходите, если вы хотите стать частью чего-то такого вот весомого, творческого и театрального, как участники коллектива тоже. Мы будем всем рады. Вот все-таки время подходит к концу, но я еще один вопрос задам. Хомо артистикус уже 10 лет, целых 10 лет, и вот даже, наверное, как-то странно, что вас называют любительским театром. Ведь вы же все равно, по сути, уже профессиональный театр, или вы все равно до сих пор себя считаете такими свободными, любительскими? Просто вы уже выступали на таких сценах, выигрывали такие конкурсы, и я думаю, что многие наши зрители хотя бы раз добыли на ваших постановках, и это ничем не хуже, чем профессиональный хороший театр. Мы надеемся, что это не хуже, мы пытаемся каждый раз это доказывать, да, что мы можем тоже делать хорошо, но именно по какому-то ключевому смыслу, конечно, мы театр любительский. Педагоги, режиссеры, да, они у нас профессиональные, это понятно, мы не допускаем людей без образования к постановкам наших спектаклей, но актеры, которые приходят, они в свободное время студенты географического факультета, юристы, пенсионеры, школьники, и поэтому они приходят только потому, что им это нравится, им это интересно. Зарплату мы никому не платим, и все это действительно по любви. Наверное, вот в этом ключевом смысле есть понятие любительского театра, и, в принципе, нас это абсолютно устраивает. Я напоминаю, что сегодня мы говорили с Кириллом Скобелином, который возглавляет театральную мастерскую Homo Artisticus уже, получается, 11-й год. Кирилл, творческих вам успехов. Я надеюсь, что эта беседа замотивировала наших зрителей как минимум посетить фестиваль, а как максимум прийти к вам на набор, полаять в компании 30-ти взрослых людей. Спасибо большое. Спасибо вам. Всегда вас ждем.